Просто служба такая, вот всё. И долго вы просто служить собираетесь? До победы мировой революции. И что же потом? Учительствовать пойду. А я вот представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед. Но другие богатством гордились или знатностью. А мы профессией. А что это за профессия? Родину защищать. Есть такая профессия взводная. После победы вооруженного восстания большевиков в Петрограде в ноябре 1917 года советской власти пришлось вести борьбу не только с внутренними врагами, не желающими идти в светлое коммунистическое завтра, но и с внешними. Продолжалась Первая мировая война. И боевые действия шли на территории России. Советское правительство с целью защиты советского государства от кайзеровской Германии приступило к организации регулярных вооруженных сил. 28 февраля 1918 года председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин подписал декрет об организации рабоче-крестьянской Красной армии. А 11 февраля декрет об организации рабоче-крестьянского Красного флота. В Красную армию и Красный флот принимались трудящиеся, добровольно изъявившие желание служить в рядах вооруженных защитников Отечества. 21 февраля 1918 года германские войска захватили Минск. В этот день советское правительство обратилось к народу с воззванием «Социалистическое отечество в опасности». 23 февраля в Петрограде проходит День Красной армии под лозунгом «Защиты социалистического отечества» от кайзеровских войск. Только в Петрограде на отпор врагу поднялись десятки тысяч добровольцев. Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали днем рождения Красной армии. Но как дата большого всенародного праздника 23 февраля берет свое начало только с 1922 года, когда на Красной площади состоялся парад войск московского гарнизона. Позднее этот праздник стал Днем Советской армии и Военно-морского флота. После распада Советского Союза дата была переименована в День Защитника Отечества. В один из немногих дней в календаре, когда сильная половина человечества получает законное право принимать поздравления и благодарности, стоит вернуться к истории. Вспомнить о тех, кто на первые призывы Отечества, не жалея своей жизни, вставал на защиту Родины. В Артемовском городском историческом музее собраны многие доказательства настоящего героизма людей, прошедших не одну дорогу войны. В нашем основном фонде находится множество музейных предметов, экспонатов, посвященных разным войнам. Это и материалы, посвященные участникам гражданской войны. Это документы, фотографии, например, награды. Есть материалы, рассказывающие о Советско-финской войне. Это новые находки, привезенные из Карелии в прошлом году. Это артефакты, фотографии участников Советско-финской войны. Интересные фотоснимки. То есть это те люди, артеумовцы, которые принимали участие в этих событиях. Причем как те, которые вернулись, материалы о них представлены, так и о войнах, которые, к сожалению, пропали без вести, о которых ничего не известно до сегодняшнего дня. Ну а потом, конечно, большая коллекция материалов, которая появилась у нас в разные годы, и она пополняется до сегодняшнего дня. Это документы, свидетельства, личные вещи участников Великой Отечественной войны. Они сами их приносили в музей, или это уже желание родственников, родных людей, которые хотели бы, чтобы память о их близких сохранилась надолго, и в том числе в нашем музее. Вот. И, к сожалению, 20-й век был богат на боевые действия и на локальные конфликты, и поэтому фонды, музеи пополняются и дальше. И есть у нас материалы о людях, которые воевали в Венгрии, о тех, которые принимали участие в локальных конфликтах в более позднее время, в 90-е годы, в 80-е годах. Это участники афганских событий, участники двух чеченских компаний. Ну и вот сейчас мы собираем уже материалы о людях, которые побывали в Абхазии, в Таджикистане. Ну, в общем, к сожалению, этот список, он продолжается. Поэтому, будучи в музее, можно всегда эти материалы посмотреть. Большая коллекция у нас на морскую тему еще есть. Это как бы тоже отдельный материал, посвященный людям, которые в разные годы служили в морском флоте. Такие материалы у нас появились благодаря нашему сотрудничеству с Союзом Артемовских моряков. С особой гордостью об одном из уникальных экспонатов рассказала научный сотрудник Исторического музея Наталья Воробьева. Ведь он имеет прямое отношение к празднику 23 февраля. Этот экспонат, этот предмет, он, можно сказать, относится к уникальным, потому что его подарил много лет назад в музей Куликов Петр Антонович. Он был комиссаром партизанского отряда. И благодаря вот именно его, видимо, деятельности, под руководством его точнее, эта газета была создана. У нас таких две. Но вот та, которая нас сегодня интересует, она имеет особое звучание именно в преддверии 23 февраля, поскольку была создана в честь 26-й годовщины крестьянской Красной Армии и флота. На самой газете видна символика, характерная для этого времени. Это силуэты Владимира Ильича Ленина и Иосифа Сталина. Есть, значит, красные звездочки. Ну и, конечно, интерес представляет просто само содержание. Это материалы о том, как ведется соревнование между ротами, как ведется соревнование внутри коллектива партизан, как они подсчитывают подбитые немецкие эшелоны, поскольку они занимаются диверсионной работой. Здесь есть посвящение Красной Армии поэтическое. То есть здесь люди проявляют свое творчество, пишут стихи, и они помещены тоже в этой газете. Но с точки зрения каких-то особенностей, мы видим, что это газета на пищей бумаге. То есть, конечно, возможности, видимо, были не очень большие в этот момент. Использованы цветные карандаши, но зато есть печатная машинка, на которой все передовицы напечатаны и, значит, помещены уже вот на этот лист бумаги. Здесь представляет еще интерес вот эта центральная часть этой газеты. Видите, наши орденоносцы. Дело в том, что это воины, участники партизанского отряда, которые награждены вот какими-то особыми знаками отличия, наградами, медалями. И среди вот этих фамилий мы видим Фига, Заяц, Муха. Вначале это было не совсем понятно, что это значит, но мы теперь пришли все-таки к выводу, что, скорее всего, это конспиративные имена. Потому что очень часто люди, которые были в партизанском отряде, они даже внутри своего коллектива они всегда называли свои имена и фамилии настоящие. Видимо, это тут как раз самый случай. Наталья Воробьева рассказала и о славных воинах Артемовской земли, памяти которых будет жить вечно. У нас есть Артемовская книга памяти. Она создана еще в 91-м году. И в ней более 6 тысяч погибших во время Отечественной войны. И среди них более 2 тысяч пропавших без вести. И вот так случилось, что среди этих имен есть имя Налимова Александра Ефимовича, которое тоже написано в этом списке. Пропавшие без вести. Но благодаря работе поисковиков, которая ведется многие уже годы, в тех местах, где шли когда-то бои, иногда случаются такие приятные моменты, когда участники экспедиции находят имена, фамилии людей, которые там захоронены, вот в этих лесах, в болотах. А находят в чем? А находят прямо в земле, когда ведут раскопки. И вот солдатский медальон Налимова Александра Ефимовича был найден несколько лет назад, недалеко от Петрозаводска, во время вот одной из таких экспедиций. А его уже внук, теперь Виктор Чехомов, он, к счастью, узнал об этом таком событии, побывал в этом месте, в нескольких километрах от Петрозаводска, и принимал участие в торжественном захоронении. А потом привез нам музей специально на память с этих мест вот эту каску простреленную и вот эту вот гильзу такую, в которой находится земля с этого болота. Таким образом, из списка пропавших без вести Налимов Александр Ефимович попал уже число конкретно героев, которые действительно погибли вот в этом месте. Вот в данном разделе экспозиции у нас находятся материалы и портреты наших героев Советского Союза. Здесь же представлены фотографии двух кавалеров Орденов Славы. Это Дубинина Ивана Викторовича, Карипанова Кирилла Григорьевича, и материалы о людях, которые принимали участие в Параде Победы в июне 1945 года. А также вот трофеи, которые были привезены нашими участниками Великой Отечественной войны и подарены музею в разные годы. Это подлинные вещи с мест боев. В память о людях, которые погибли, в память о тех, кто не вернулся и кто даже не родился, а мог родиться. А у нас есть замечательная работа Каргополова Алексея Николаевича «Памяти убиенных и нерожденных». Вот эта алтарная часть храма, модель, и книга памяти, как раз со списками людей, которые погибли. Вспоминая историю и размышляя над настоящим, съемочная группа телерадиокомпании «Альтекс.Медиа» вышла на улицы города поздравить мужчин с праздником и заодно узнать, какой смысл несет этот день для современных защитников Отечества. Поздравляем вас с наступающим 23 февраля. Скажите, вот 23 февраля, вообще откуда он берет историю? Знаете, как назывался изначально этот праздник? Ну, был день Советской Армии. Ну, а сейчас День защитника Отечества, я так понимаю. Как считаете, всех мужчин нужно поздравлять с 23? Считаю, да. Мы поздравляем внуков. Вот внука полтора года, мы его уже поздравляем. Он же будущий защитник Родины. Но все равно, как живем в России. Кто, как не мы, будем защищать ее? Вот они и будут защищать. Значит, они должны с маленьких лет, с школы понимать, что есть Родина. Времена у нас сейчас не те. Все как бы перевернулось сверх, с ног на голову. А настоящие люди, они чувствуют свою Родину и готовы защищать ее, я так считаю. Как это праздник. Раньше был День Советской Армии, военно-морского флота. Вот этот праздник есть. А вообще, когда он родился, этот праздник? Историю праздника? О, давно, это еще до революции, мне кажется. Или нет после революции? День рождения Красной Армии. Правильно. Победа нашей армии, молодой армии над немцем под сковом. В 18-м году этот праздник идет. Сейчас вот так сказать, мы празднуем этот праздник. Ну, это праздник, в общем-то, мужественных людей, бывших защитников настоящих, ну, я думаю, будущих. Я хотел бы поздравить от имени почетных граждан города, от всех жителей города Артемовского, так как я здешний здесь родился, здесь живу, значит, с этим замечательным праздником. Пожелать им здоровья, и чтобы всегда над нами было светлое небо. И как считается, всех мужчин нужно поздравлять с этим небом? Ну, я думаю, что всех. Потому что мужчина, он защитник отечества, семьи, дома. Наша молодежь способна на те подвиги, которые совершали деды и прадеды наши? Ну, время изменилось. Это вопрос очень сложный. Я преподавателем работаю. Ну, наверное, в экстремальной ситуации, наверное, сумеют защитить. Вот мы открыли памятник недавно у нас людям, участвующих в локальных конфликтах. И видели, сколько народу пришло. Наверное, были тоже там. Какой отклик в народе имеют такие мероприятия, сколько людей болеют за это. Поэтому, я думаю, в экстремальной ситуации найдутся люди, которые смогут защитить. Всех, потому что в случае чего нападение, так все равно все пойдут. То есть, вот по себе, как можете сказать? Родина скажет, нужно. Встанете на защиту? Ну, а куда деваться, конечно. В первую очередь, я бы хотела поздравить своего молодого человека с этим хорошим праздником мужским. Ну, и остальных всех мужчин. Всех мужчин нужно поздравлять с 23 февраля? Или только тех, кто вот служил в армии, кто служит в каких-то силовых структурах? Нет, я считаю, что нужно поздравлять всех мужчин, потому что это мужской праздник. Все мужчины достойны поздравлений. Поздравляем, дорогие мужчины, с праздником. Здоровья, всего хорошего. Мужчин надо поздравлять всех. Для того они родились мужчинами у нас. И всем нужно это поздравление сделать обязательно. Даже вот по телевидению была программа. То есть, даже сказали, мужчины должны у нас быть все поздравлены с Днем Защитника Отечества. Кто-то ведь, может, не служил, потому что по состоянию здоровья. Он ведь в этом не виноват. Так что я считаю, что нужно поздравить всех. Дорогие мужчины наши уважаемые, мы вас всех любим и поздравляем с Днем Защитника Отечества. И пожелать вам доброго здоровья, успешных удач, чтобы все у вас, то, что вы задумали, чтобы у вас все свершилось. Для некоторых праздник 23 февраля – это по-прежнему день рождения Красной Армии. Для кого-то это день мужчин, отслуживших в рядах вооруженных сил, а также ветеранов, прошедших дороги Первой-Второй мировой войны, и парней, побывавших в горячих точках Афгана, Чечни, Северного Кавказа и других. Но для большинства 23 февраля – это день настоящих мужчин, которые способны, если потребуется, встать на защиту Родины, как когда-то наши деды и прадеды. Завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, Целый свет помнит их в лицо, Вот застыл батальон в строю, Слово старых друзей узнаю, Хоть тем лет двадцати пяти, Трудный путь им пришлось пройти, Это те, кто в штыки Поднимался, как один, Те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, Где б не памятен был свой герой, И глаза молодых солдат С фотографий уядших глядя, Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть, Ни с пути свернуть. Уважаемые артемовцы, дорогие мужчины, От всей души поздравляю с праздником Днем Защитника Отечества. Самое ценное, что есть в нашей жизни, Это мир, спокойствие, стабильность. Поэтому не случайно День Защитника Отечества Имеет богатую и славную историю. 23 февраля мы чествуем Настоящих мужчин, Сильных духом, Способных в любую минуту Встать на защиту Родины, Своего дела, своего дома, Своих близких и будущего. Кто сегодня несет боевую вахту, Кто прошел суровую армейскую школу Или только готовится Вступить в ряды вооруженных сил. Служить Родине Можно не только с оружием в руках. Добросовестный труд, Обеспечивающий процветание Артемовского городского округа, Области, страны, В целом, Ответственность за судьбу близких людей, А также активная жизненная позиция Является залогом нашего мирного будущего. Уважаемые защитники Отечества, В этот праздничный день Пусть во всех артемовских семьях Царит взаимопонимание. Пусть этот праздник Будет всегда мирным и радостным. Искренне желаю вам Крепкого здоровья, Уверенности в завтрашнем дне, Счастья и благополучия. С праздником, дорогие, Уважаемые мужчины! Уважаемые мужчины Артемовского городского округа, Поздравляем от лица администрации Артемовского городского округа С Днем Защитника Отечества. Этот праздник Олицетворяет для многих поколений россиян Силу и мощь российской державы, Любовь и преданность отчизне, Способность заботиться И защищать свою семью. Искренне желаю вам Семейного благополучия, Здоровья, Успехов во всех ваших начинаниях и делах, Осуществления планов И выполнения поставленных задач. Желаю мужества и силы, Стойкости духа и решительности, Преодолеть с достоинством Все жизненные преграды. И пусть каждый день Несет вам только радость И много интересных встреч и событий. Дорогие мужчины, Поздравляем вас с праздником Защитников Отечества. Мужчины Винпрома Самые умные, Самые сильные, Самые спортивные, Самые талантливые и ответственные. Мы, женщины Винпрома, Очень гордимся достижениями Нашего коллектива И нашего предприятия, Большую часть из которого Составляют мужчины. Также я хочу поздравить С Днем Защитника Отечества Всех мужчин нашего города. Поблагодарить их за то, Что они у нас есть, За то, что они защищают нас каждый день, За то, что они радуют нас Своим присутствием, За то, что мы уверены В будущем дне благодаря Тому, что они рядом с нами. Поздравляем вас с праздником, Дорогие мужчины. Всего вам самого наилучшего, Радости, любви, счастья. Дорогие наши мужчины, Управление культуры Артемовского городского округа От всей души поздравляют вас С наступающим праздником, Днем Защитников Отечества. Дорогие наши, Оставайтесь для нас, Для всех женщин, Надежной опорой. Мы желаем вам счастья, Улыбок, Внимания и понимания В семейных очагах. Уважаемые мужчины, Спортсмены, Тренеры, Любители физической культуры И спорта, Артемовского городского округа. От всей души Поздравляю вас С Днем Защитника Отечества. Желаю вам здоровья, Веры в собственные силы, Чаще заниматься физической культурой И спортом, Чтобы быть сильными Духовно и физически. С праздником вас! Дорогие мужчины, Позвольте мне от лица Финансового управления Артемовского городского округа И от себя лично, От Бочуриной Ольги Геннадьевны, Поздравить вас с наступающим праздником, Днем Защитника Отечества. Пожелать вам здоровья, Успеха в труде И счастья в личной жизни. Нет в мире огромном, Прекрасней страны, А значит нет равных И нет ей цены. За каждую пять нашей древней земли Мужчины годами сражаться могли. Спасибо тебе, Наш российский солдат, Ты чей-то отец, Сын, Супруг Или брат. Защитник Отечества звание твое, Пусть режет, тревожит Команда в ружье. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok